Добрый вечер, в эфире Вести Карачао-Черкесия. В студии Ярослав Щекланов. Смотрите в нашем выпуске. Карачао-Черкесия обсудили вопросы организации финала всероссийского конкурса «Лучший учитель родного языка и родной литературы». Страшная и плохо подающаяся лечению болезнь, но онкологию можно предупредить и обнаружить на ранних стадиях, облегчив процесс излечения. В «Филармонии» прошло награждение победителей и республиканского конкурса «Рисунка по охране труда» с участием детей из всех городов и районов республики. Карачао-Черкесия определят лучших экспортеров 2022 года. Прием заявок продлится до апреля. Министр просвещения России высоко оценил качество и сроки выполнения федеральных программ в сфере образования в Карачао-Черкесии. Сегодня в ходе двухсторонней встречи Сергея Кравцова с главой республики Рашидом Темрезовым были проведены итоги совместной их работы за последние годы. После в правительстве республики в режиме видеоконференции прошло совещание, в ходе которого обсудили вопросы проведения в Карачао-Черкесии финала всероссийского конкурса «Лучший учитель родного языка и родной литературы». Подробности у Али Баташева. Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов выразил благодарность главе региона Рашиду Темрезову за строительство и капитальный ремонт образовательных учреждений. На совещании говорили о значении меры государственной поддержки для сохранения и развития национальных языков. Также внесено предложение открыть в Черкесске памятник. Открыть рядом с 19 гимназией памятник первому учителю. После закрытия как раз это будет очень красивая история. Это будет первый такой памятник первому учителю. В этом году в республике планируют провести финал всероссийского конкурса «Лучший учитель родного языка и родной литературы». Событие будет проходить с 18 по 25 сентября этого года. Точное место проведения уточняется, но достойно принять гостей. Республика уже готова. Отметила министр образования и науки республики Инна Кравченко. Все участники конкурса и члены жуи будут размещены в четырех гостиницах города Черкеска. Общий номерной фонд гостиниц позволяет вместить необходимое количество участников и гостей. В гостиницах будут организованы завтраки и ужины. Накануне с рабочей группой совместно с представителями Министерства просвещения Российской Федерации все объекты для размещения гостей были осмотрены и согласованы для размещения встречающих. Глава Карачаева Черкесии поручила организаторам продумать организацию досуга гостей, чтобы они имели возможность лучше ознакомиться с традициями, обрядами и национальной кухней народов Северного Кавказа. Региональный этап конкурса «Лучший учитель родного языка и родной литературы» стартует в марте. Али Баташев, Али Бастанов, Вести, Карачаева, Черкесия. 4 февраля ежегодно отмечается Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями. По данным Международного агентства по изучению рака, в мире каждый год диагностируется более 19 миллионов новых случаев заболевания. Вот уже 5 лет в нашей республике функционирует крупнейший на Северном Кавказе онкологический диспансер, оснащенный по последнему слову техники. Какие операции сегодня проводятся на его базе, что могут предложить наши специалисты пациентам, об этом и не только репортаж Мадины Лайпановой. Карачаево-Черкесский республиканский онкологический диспансер имени Бутова является крупнейшим на Северном Кавказе центром борьбы с онкологическими заболеваниями. На его базе функционирует современное диагностическое отделение с поликлиникой и стационар, рассчитанный на 100 коек. Ежегодно лечение здесь проходят тысячи пациентов в соответствии с порядками и стандартами оказания медицинской помощи федерального уровня. Роман Пантелеев узнал свой диагноз сразу после Нового года. И буквально в течение недели после консультации специалистов был прооперирован одним из ведущих хирургов диспансера. Уже сейчас мужчина идёт на поправку и совсем скоро поедет домой, за что он чрезмерно благодарен всем причастным. Хорошего отзыва доктора Евгения Васильевича. Ну и, соответственно, поэтому я обратился в этот республиканский онкоцентр. Содержание очень комфортно, условия тоже тут, ну, в палате все удобства. Ну, то есть, как бы я доволен. Ну, врачи квалифицированные, ну, я считаю, очень хорошие врачи здесь. Каждый год на базе диспансера увеличивается объём выполняемых оперативных вмешательств. Во многом это возможно благодаря постоянно обновляющейся материально-технической базе. Так, за пять лет, благодаря нацпроекту здравоохранения, онкологический диспансер был укреплён 50 единицами передового диагностического и лечебного оборудования. Одним из последних приобретений стал суперсовременный томограф, который позволяет в разы улучшить диагностику онкологических заболеваний на ранних стадиях. В отличие от предыдущих моделей, этот аппарат, он более современный, оснащён специальной технологией Биоматрикс, которая позволяет автоматически подстраиваться под физиологические особенности пациента и таким образом корректируется несоответствие при МРТ-исследованиях. То есть, вот это работает, когда пациенты проходят исследование брюшной полости без задержек дыхания. На предыдущих моделях исследования брюшной полости на МРТ-аппаратах все проводились с задержками дыхания. Постоянно обновляется не только оборудование, но и штат профессионалов, оказывающих высококвалифицированную помощь пациентам. Так, в конце 2022 года в онкодиспансере впервые начал проводить операции теракальный хирург. Если раньше больные были вынуждены обращаться в центры, расположенные в других регионах, то теперь необходимости в этом нет. Это новое перспективное учреждение, которое обладает очень большим спектром оборудования. Получена теракоскопическая стойка и другой инструментарий и оборудование, которое позволяет выполнять все объемы теракальной хирургии. Операции только сделали две на той неделе. Были сделаны диагностическая теракоскопия для того, чтобы перифицировать диагноз, а также удаление образования средостения, сват с ассистенцией. Сейчас в Карачао-Черкесии показатели ранней выявляемости рака на первой и второй стадии около 60%, что говорит о соответствии федеральным индикаторам. При этом руководство медучреждения настроено улучшить данную статистику. Мы набрали очень молодой коллектив, современный, обучаемый. И если у нас есть вопросы по кадрам, иногда мы приглашаем с других регионов на работу к нам опытных врачей-онкологов для развития определенных направлений для лечения онкологической патологии. Помимо диагностической и лечебной функции, республиканский онкодиспансер проводит активную информационную кампанию по борьбе с распространением рака. Организовываются различные акции, призванные обратить внимание на серьезную социальную проблему. Проводятся разъяснительные беседы с населением. Ведутся выступления на радио и телевидении. Мадина Лайпанова, Олег Молхожев, Вести Карачаева, Черкесия. Управление Росреестра по Карачаево-Черкесии в очередной раз напоминает о важности установления границ земельных участков и внесения сведений о них в единый государственный реестр недвижимости. Наличие границ позволяет без лишних проблем совершать с участком любые операции и сделки, еще уточненные межа, помогут своевременно исправить возможные ошибки в сведениях и, как следствие, размеры земельного налога. Также сведения, внесенные в ЕГРН, являются гарантией прав собственников и сводят к минимуму возникновения земельных споров, говорят специалисты Росреестра. Многие люди часто думают, ну годами живу на земельном участке, никакие границы не должны были устанавливаться, а почему сейчас? И сейчас это не обязательно, но это юридическая сохранность имущества гражданина, то есть уже посягательств не будет на его имущество. Границы установлены, земельный участок, границы будут внесены в единый государственный реестр недвижимости. Кроме этого, он будет отображаться, границы этого земельного участка будут отображены на публичной кадастровой карте. Кто же занимается межеванием? Это кадастровый инженер, это специалист, который имеет специальные знания, познания, который прошел квалификационный экзамен. При заключении договора подряда, данный договор может предусмотреть тот момент, что заказчик может оплатить полную сумму работы кадастрового инженера, только после того, как данный объект будет поставлен на кадастровый учет и проведена государственная регистрация права. Сейчас время прогноза погоды, после мы продолжим выпуск. Субтитры создавал DimaTorzok 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 После Ирина Гербекова наградила победителя Республиканского конкурса рисунков «Охрана труда глазами детей». Работы оценивались в двух возрастных категориях – от 7 до 9 лет и от 10 до 15 лет. Поддержать юных дарований пришли и их учителя, и родители. Хотелось бы выразить благодарность в первую очередь педагогам, которые помогали своим воспитанникам принять участие в этом конкурсе, подчеркнул министр труда и социального развития Карачаева Черкесии Руслан Шаков. Мы с вами живем в мире опасности. И этих опасностей мы сможем с вами издержать, если будем знать, прежде всего, признаки этих опасностей, меры безопасности, правила поведения в тех или иных случаях. Я хочу пожелать нашим деткам, прежде всего, счастливого детства и отличной учебы. Каждый из нас старался передать, насколько важно соблюдать и оберегать себя и своих родных, отмечают участники конкурса. Я вижу то, что надо охранять нашу природу, и они приятны, когда твое творение, так сказать, замечают, и я рад с тобой победил. У меня перебывает чувство радости и удивления, потому что я удивлюсь, что получил первое место. Надо всегда охранять природу, быть внимательным. Также для юных победителей была организована концертная программа с участием известных артистов республики. Алих Алипшоков, Расул Бердиев, Вести Карачаева Черкесия. В Карачаево Черкесии определяют лучших экспортеров. Подать заявку могут компании малого и среднего бизнеса из числа экспортеров нашей республики. Они принимаются до 15 апреля включительно. Подать документы на участие можно по адресу Черкесск, улица Ленина, 53, центр «Мой бизнес». Победителям будут вручены ценные призы и сертификаты. Участие в конкурсе бесплатное. Отбираются победители по результатам экспортных операций за предыдущий годовой период. В рамках конкурса предусмотрены три номинации. «Экспортер года» в сфере промышленности, в сфере агропромышленного комплекса и «Прорыв года». У нас есть интересные условия. Может быть, не все с ним согласны. Но, к примеру, победители прошлого года у нас не могут участвовать в этом году, чтобы дать шанс новым молодым, интересным экспортерам показать свои результаты и получить свой заслуженный приз. Это все вести на сегодня. Прямо сейчас смотрите программу «Ну-ка все вместе».